Привет, малыш! Смотри, что у меня есть. Это яйцо. Интересно, а кто в нем живет? Давай постучим. Да это же утконос. Было солнечное, теплое утро. Утконос высунул свой нос из норы и задумался. Кто я такой? Утконосу было очень интересно ответить на этот вопрос, и он решил отправиться в путешествие. Прогуливаясь по берегу реки, утконос встречает утку и обратил внимание на то, что они похожи клювам. Может быть, я утка? Никакая ты не утка. У тебя утиный клюв. Но не более того. Разве ты не видишь, что в остальном мы разные? Да, я не утка. И тут он услышал веселый шум гусиных крыльев. Привет, гусь! Мы с тобой братья? Ведь у меня такие же перепончатые лапы, как и у тебя. Ну уж нет. Никакие мы не братья. Ведь ты совсем не гусь. Вот досада. А ведь я очень похож на гуся. У меня не только перепончатые лапы. Я к тому же несу яйца. Может быть, нужно было ему сказать? Но раз я не гусь, может быть, я птица? И никакая ты не птица. Прокомментировала птица, у которой только что появились маленькие птенцы. У птицы перья есть, а у тебя их нет. А еще у тебя такой хвост крупный. Точно не как у птицы. Ты скорее напоминаешь бобра. Бобра? Может, и бобер. Пойду к нему гости. Бобры как раз занимались постройкой своей плотины. Привет, бобер. Я ищу кто я. Смотри, у меня хвост такой же, как и у тебя. И я подумал, возможно, я бобер? Эй, что за шубки? Быть бобром дело серьезное. Мы, бобры, напряженно трудимся, как видишь. А зубы? Где твои зубы? Уж точно не в клюве. Это птичий клюв, уверял его бобер. Утконос хотел было возразить, что птицы ему сказали, что он на них совсем не похож. Но бобер уже убежал строить плотину. Как же трудно быть утконосом. Конечно, и птицы правы. И в словах бобра сомнения тоже нет. И тут он повстречал выдру. Привет, выдра. У меня такая красивая шерсть, совсем как у тебя. Вот именно, сказала выдра, вышедшая из реки. Очень красивая шерсть. Однако родными мы не стали. Ты не можешь быть выдрой с клювом и перепончатыми лапками. И тут утконос осознал. Я не хочу быть птицей. Значит, ты решил стать уткой? Да нет же. Тогда не вздумалось ли тебе стать гусем? Тоже нет. Так определи же. Странное ты существо. Так в этом все и дело. Я не утка, и не выдра, и не бобер. И расстроен я тем, что знаю, кем я не являюсь. А ведь ты прекрасен. Доносится голос из леса. И навстречу вышел олень. В мире красиво все то, что другие называют странностями. Спроси утке, может ли она выровнять землю без огромного хвоста, как у тебя. Действительно не могу. А спроси у выдры, как она ловит рыбу без твоего симпатичного клюва. Если хорошо подумать, мне было бы тогда удобнее и быстрее поймать рыбу. И спроси у бобра, не было бы ему удобно откладывать яйца и оставлять их в норе, пока он грызет кору. Да, это было бы очень удобно. Дорогой друг, всегда помни, не думай о том, чем ты похож с другими. Думай о том, в чем твоя уникальность. Думай о том, что ты похож с другими.